Милостивые государыни и некоторым образом милостивые государи. Жене моей было предложено, чтобы я с благотворительной целью прочел здесь какую-нибудь популярную лекцию. Что ж, лекцию, так лекцию нерешительную все равно. Я, конечно, не профессор и чужд ученых степеней, но тем не менее все-таки я вот уже 30 лет не переставая, можно даже сказать, для собственного здоровья и прочее. Работаю над вопросами строго научного свойства, размышляю, даже пишу иногда. Можете себе представить ученые статьи? Ну, то есть не то чтобы ученые, а так, извините за выражение, вроде как бы ученые. Между прочим, на сих днях мною была написана громадная статья под названием «О вреде некоторых насекомых». Дочерям очень понравилось, особенно про клопов. Я же прочитал и разорвал. А, все равно, как ни пиши, а без персидского порошка не обойтись. У нас даже в рояле клопы. Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который приносит человечеству потребление табака. Я сам курю, но жена моя велела сегодня читать о вреде табака и, стало быть, разговаривать тут нечего. Да, ну, о табаке так о табаке. Мне решительно все равно. Вам же, милостивый государь, предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с должной серьезностью, иначе как бы чего ни вышло. Кого же пугает сухая научная лекция, кому не нравится, тот может не слушать и выйти. Особенно попрошу внимания у присутствующих здесь господ врачей, которые могут подчеркнуть из моей лекции много полезных сведений, так как табак, помимо его вредных действий, употребляются также и в медицине. Ну, вот, например, если муху посадить в табакерку, то она сдохнет, ну, вероятно, от расстройства нервов. Табак есть главным образом растения. Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым глазом. Но вы не обращайте внимания. Это от волнения. Я очень нервный человек. Вообще говоря, о глазом начал подмигивать в 1889 году. 13 сентября. В тот самый день, когда у моей жены родилась некоторым образом четвертая дочь Варвара. У меня все дочери родились 13 числа. Впрочем, ввиду недостатка времени не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную школу, частный пансион. Ну, не то чтобы пансион, а так нечто вроде. Между нами, говоря, жена любит пожаловаться на недостатки. Ну, у нее кое-что припрятано. Это так тысяч сорок или пятьдесят. У меня ни копейки за душой. За душой. Ни гроша. Ну, что толковать? В пансионе я состою заведующим хозяйственной частью. Закупаю провизию, проверяю прислугу, записываю расходы, шью тетрадки, вывожу клопов, прогуливаю женину собачку, ставлю мышей. А вчера вечером в моей обязанности лежало выдать кухарке муку и масло. Так как предполагались блины. Одним словом, сегодня, когда блины были уже испечены, моя жена пришла на кухню сказать, что три воспитанницы не будут кушать блинов, так как у них распухли гланды. Вот, таким образом оказалось, что мы испекли несколько лишних блинов. Ну, куда прикажете девать их? жена сначала велела отнести их в погреб, а потом подумала, подумала и говорит, ешь эти блины сам, чучело. она, когда бывает не в духе, зовет меня так, чучело, аспит или сатана. Ну, какой я сатана? она всегда не в духе. И я не съел, а проглотил ниже вамше, так как всегда бываю голоден. А вчера, например, она не дала мне обедать. Тебя, говорит, чучело кормить не за что. Но, однако, мы заболтались и несколько уклонились от темы. Будем продолжать. сейчас. Хотя, конечно, вы охотнее прослушали бы теперь романс или какую-нибудь симфонию или арию. Милая, ты услышь меня. под окном стою, я с гитарой не помню. Откуда это? Ах, между прочим, я забыл сказать вам, что в музыкальной школе моей жены, кроме заведования хозяйством, на мне лежит еще преподавание математики, математика на мне, физика, химия, география, история, сольфеджио, литература, прочее. Да, за танцы, пение и рисование жена берет особую плату, хотя танцы и пение преподаю тоже я. Наше музыкальное училище находится в Пятисобачном переулке, в доме номер 13. Вот потому-то, вероятно, и жизнь моя такая неудачная, что живем мы в доме номер 13. И дочери мои родились 13 числа. И в доме у нас 13 окошек. Ну, да что толковать. Для переговоров жену мою можно застать дома во всякое время. А программа школы, если желаете, продается у швейцара по 30 копеек за экземпляр. А вот я если желаете, я могу поделиться за каждый экземпляр по 30 копеек. Кто желает? Никто не желает. По 20 копеек. Досадно. Хорошо. Дом номер 13. Да. Ничто мне не удается. Постарел, поглупел. Вот читаю лекцию. На вид может я и весел. самому так хочется крикнуть во все горло или полететь куда-нибудь за 3 9 земель. А пожаловаться некому. Даже плакать хочется. Вы скажете, дочери? Угу. А что дочери? Я говорю им. Они только смеются. У моей жены 7 дочерей. Виноват кажется 6. Нет 7. Старшие из них Анни 27 младше 17. Милостивый государь. Я несчастлив. Я обратился в дурака в ничтожество. Но в сущности вы видите перед собой счастливого из отцов. В сущности это должно быть так. И я не смею говорить иначе. Если бы вы только знали, я прожил с женой 33 года. И могу сказать, что это были лучшие годы моей жизни. Да не то, чтобы лучшие, а так это вообще. Протекли они одним словом, как один счастливый миг. Собственно говорят, черт бы их подрал совсем. Впрочем, она, кажется, еще не пришла. Ее здесь нет, и можно говорить все, что угодно. я ужасно боюсь. Боюсь, когда она на меня смотрит. Да, так вот и говорю. Дочери мои не выходят так долго замуж, вероятно, потому что они застенчивые, но потому что мужчины их никогда не видят. Вечеров давать жена моя не хочет. На обеды она никого не приглашает. Это очень скупая, это сердито, это сорливая дама. потому у нас никто не бывает, но я могу вам сообщить по секрету. Дочерей моей жены можно увидеть по большим праздникам у тетки их Натальи Семеновны, той самой, которая страдает ревматизмом и ходит в этом желтом платье с черными пятнышками. Точно вся посыпанная тараканами. Там подают и закуски. А когда там не бывает моей жены, то можно и это. Надо вам заметить, что пинею я от одной рюмки и от этого становится так хорошо на душе. И в то же время так грустно, что высказать не могу. А почему-то вспоминаются молодые годы. И хочется почему-то бежать. Ах, если бы вы знали, как хочется бежать, бросить всё, бежать без оглядки. куда да всё равно куда лишь бы бежать от этой дренной, от этой пошлой деревенской жизни, превратившей меня в старого жалкого дурака, идиота, бежать от этой глупой, мелкой, злой, злой этой скряги от моей жены, которая мучила меня 33 года, бежать от музыки, от кухни, от жениных денег, от всех этих пустяков пошлостей, и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять под деревом, столбом, огородным пугалом под широким небом, и глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий, яростный месяц и забыть, забыть, о, как бы я хотел ничего не помнить, как бы я хотел сорвать себя этот, подлый этот старый франчишков, в котором 30 лет назад венчался, в котором постоянно читаю эти лекции с благотворительной целью, вот тебе, вот тебе, вот, вот, ничего не нужно, ничего не нужно, я выше, чище этого, я был когда-то молод, умен, учился в университете, мечтал, считал себя человеком, теперь не нужно мне этого ничего, ничего, кроме покоя, кроме покоя, однако там за кулесами стоит моя жена пришла, ждет меня там, уже прошло время, если спросит она, пожалуйста, прошу вас, скажите ей, что лекция была, что чучело, ну, то есть я держал себя с достоинством, она смотрит сюда, исходя из того положения, что табак заключает в себе страшный яд, о котором я только что говорил, курить ни в коем случае не следует, и я позволю себе некоторым образом надеяться, что эта моя лекция о вреде табака принесет свою пользу. Я все сказал. Сказал и душу облегчил.